Саша, сегодня у нас что будет? Сегодня едим мы под Little Ship. Домашних условий. Это на самом деле для приготовления супа. Заготовочка для бульона. Готовый набор. Давай его откроем, посмотрим что там внутри. Распаковка сделаем. Распаковочка. На самом деле кто в Китае ел в ресторанах Little Ship, это их оттуда, прямо из ресторана. Готовый набор. Здесь масло готовое, суп, закваска. Ну вот примерно такую кастрюлю. Это рыбные шарики. Вот тоже такие продукты питания интересные. Это все вкусовые. Закидывай? Или все закидывай? Или все закидывай? Да нет, все закидывай. Это как девочку? Это Лина, подруга, снова одноклассница. Почему Лина? Нина. Лина у нас сегодня, у Саши сегодня в гостях. Он готовит чеснок, заготавливает. Дальше вот эту штуку, это что у нас? Давай понюхаем, что такое? Чернь какая-то. Ай, пахнет вкусом. Ну это черные бобытки. Ааа. Это что такое? Все кидаем туда. Какие-то маленькие пельмешки. Пельмешки какие-то. Ммм, запах пошел. Так, это что? Тоже все кидаем, да? Нам по-русски ты с ней разговариваешь. Она понимаешь. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ааа, ну здесь перец горюйте, видишь? Ааа, смотри, дети же будут есть. Дети же будут есть. Дети-то есть не будут. Да, мы, кстати, не одни, вон тут девчули сидят. Девчули, будете Хуго? Да. Ты будешь Хуго? Да. Буду, я хочу покушать. Покушать хочешь? Ла була. Привет, скажи, ребята. Привет. Ника, Поля, Поля, скажи привет. Я играю в автонат. Я играю в автонат классный. Его никак не открыть. Да, нет. Да, нет. Ну все, нам не интересна игра, нам интересна Хуго. А это что? Тоже все. Понял. Мам, ты выходи в автонат. Я играю в автонат. Потасите, не трогайте. Руки мыли. Руки мыли смело. Ой, какой запах хороший. Это что, все? Все кидаем в автонат. Чанбума? Да. Да. А ты ее по-русски спрашиваешь, она типа по-русски отвечает. Конечно. Ну, Саш, ну это для зрителей, видимо, да, специально? Конечно, конечно. Саша, Саша вообще кору отмочил. Берет, короче, телефон. Я выиграла в автонат. На заднем фоне лапы. Я выиграла вот такую игрушку. Отлично. Все. Ну, мы поговорили-поговорили, да, и про телефон говорим. И сзади лапы прилавок лап, короче. Он, короче, переходит в прилавку, там что-то по-русски с ними. Раз, 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 телефон, короче, на фоне лап и стоит, снимает, короче. Так, часто... Ну, коробку, коробку. Мы только вышли из рынка. А, ты по-китайски? Электроники, да, и тут за нами сразу лапы продают, как бы, в одном здании. Да, ну, хотел показать, что тут же и телефоны продают, тут же и лапы продают. Там прям второй этаж полностью рынок, а первый этаж... Все, что хочешь. Продуктовый рынок. Продуктовый. Сейчас будем все это кушать, порежем все. На самом деле все готовится быстро. Кажется, воды мало, да? Не, нормально. Чуть-чуть по этой... Посильнее делаем на поршу, все. Запах слышно прям сразу пошел. Да, запах это так. Да, кстати, фугово обязательно нужно кушать под кондиционером, потому что от него большие же испарения дойдутся. Да, конечно. И можно употеть, можно, да, тут сидеть. Так что сегодня будем кушать чисто по-китайски будем кушать. Во всех лучших традициях, да, Китая? Так, что как приготовляете? Александр. Ты помочь хочешь? Помогу это. Ну давай, поможем. Весь надо чистить, сколько надо? Да, весь почистить. Так, сюда лук-порей закинули еще. Возьми ножик, если хочешь. Нет, я нормально. Вот так научитесь, тоже будете. Так же купите все, накидайте. Нет, Саша, мы для себя уже нас все сделали, подчеркнули. То, что русскую еду, ой, подожди, русским нужно готовить русскую еду в Китае. А китайской еды здесь много, можно везде поесть. Да, можно прийти и поесть. Потому что мы пробовали, пытались сделать до ромашних условий китайскую еду, но она получается, но она не такая. Мы потом идем в кафе и пробуем, она совершенно другая. Да, и вкусно. Поэтому лучше дома каплитосики, картошечка, толченочка, да? Жареная картошка. Понимаешь? Там курочка в духовке запеченная под сыром, знаешь? Свининку надо будет как-нибудь сделать, мясо попробовать. Я знаю, что хочу. Я хочу запеканку с картошки и фарша. Ой, в духовке, представляешь, делать это. Своеная картошка, вот это очень классно. Да, с фаршем. А сверху есть вот так. И можно даже макароны, спагетти, допустим, с фаршем, с под сыром. Запеканка, картофельная запеканка очень классная вещь. Да. Это в детстве с детства. Чеснок в Китае вообще, как я не знаю, как у нас хлеб, я не знаю. Как картошка. Как картошка, я не знаю, идет. Они его везде добавляют и едят очень больших количествах. Это на что добавила? Редьку, вот этот дайкон для бульона. А, да, точно. Дайкон точно пахнет. Редька пахнет. А как у людей хранят? Чина по глиссенце казан. Они что, по-кантонски, наверное? Они разговаривают на своем языке. Язык называется хака. Это субдиалект диалекта кантонского языка. Снова уже начала готовить для детей. Я их язык понимаю процентов где-то на 10 только. Фига. Ну, как мы, китайский. То есть, примерно, что-то однокоренное, что-то там такое где-то слышу. Уже я понимаю, о чем они говорят. То есть они могут, в принципе, плохие вещи про нас спокойно говорить, да? Ну, я все проконтролирую. Потому что, как-то, ты знаешь, одно время брат ее жил здесь с нами. Ну, где-то год или два. И они постоянно общались на своем. И я уже запарился. Да, запарился слушать. Ну, и пришлось маленько понимать. Ну, и уже как бы уже понимаешь, что со временем приходит и все. Свинина. Смотри, как тоненько навязали. Она, видишь, маленько подмороженная. Она, мне кажется, мягкая, она не подмороженная? Нет, она подмороженная. Вот такой кусочек надо купить, чтобы дома варить. А иконка такая? Да. Или такая? Одиноконка. А-а-а. Сейчас, давай посмотрим, что ты задаешь. Не Atascha. Верно. Утасха. Наташа. Да, она хотела. Да. Утасха. Одиноконка. Должен. Мама. Нет. Добавляет туда масло из кастрюльки. Мама, мне самое вкусное понравилось. Это вот такой шарик, мама. Обожаю. Ника, тебе что больше всего понравилось? Фрикадельки? Да. Это рыбные фрикадельки. Рыбные фрикадельки мне понравились. Мама, мне нравится это. Мама, мне нравится это. Я люблю это. Я люблю это. Дай Ники одну фрикадельку. У тебя же там еще одна есть. Лина, это очень вкусно. Я люблю это. Я люблю это. Иди, Ника. Очень вкусно. Я люблю это. Я люблю это. Подписчики спрашивают, почему с таких тар маленьких пьем? Да. А где пивная кружка? А я им пишу, в Китае принято как? Чокнулся и до дна. Потому что, если ты 0,5 стаканом чокнешься, то это реально ты опупеешь. Не, на ял бы ял пить. Ял, ял, ял. Вез за фаугол� в домашних условиях. За твой телефон. За телефон. Да, за телефон. обмывать будем приняли давайте с подписчиками счет вот так вот сделаем так палочки для кадра даже будет мешать давай я могу вилкой а я буду палочкой так это можно пробовать конечно это готово уже можно все это пробовать макайся вот она тебе сюда прям осталось только в рот положить как он нарезался бум-бум-бум ножом да много-много бум-бум-бум саша заказал русского жигулевского пива нас полный литр будем пробовать давайте пьем на ваше здоровье спасибо за вкусно давай 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 короче не на хочет познакомиться с русским парнем посмотрите какая красавица так что вот пишите комментарии в общем принимем все заявки оставляйте анкеты с фотографии да мы хотим видеть естественное лицо да здесь китай кстати не очень сильно краситься мне нравится что нам не приходится как варить вообще снова за нас все делаем она просто нам подкидывает тарелочку мы просто так вот раз 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 все в рот короче блин вообще клево вкусно все доели полностью да мы все съели нам было так вкусно вот у нас тарелки одни пустые приятно было провести вечер все вместе если вам понравилось это видео подписывайтесь на канал оставайтесь вместе с нами пока 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 подписывайтесь на канал